Новое повышение цены проезда в общественном транспорте ждет Северодвинск. Городские перевозчики отправили документы в агентство по тарифам и ценам. Насколько экономически обоснована новая цена и поможет ли повышение перевозчикам покупать новые комфортные автобусы, выяснял мой коллега Сергей Курбан. Ровно год на уровне 22 рублей продержалась цена проезда в Северодвинском общественном транспорте. И вот снова возможно повышение. Еще в октябре два перевозчика отправили экономическое обоснование повышения цены проезда в агентство по тарифам и ценам. Предприниматели предлагают цену в 28 рублей. 22 рубля за билет для них убыточны. 22 рубля у нас установлены на основании документов частично 13-го, начало 14-го года. Когда у нас еще кризисной обстановки не было, когда доллар стоил 33 рубля и когда автобус мы все-таки покупали по стоимости 3 миллиона 800 тысяч. Сейчас автобус стоит, ну за 5 миллионов 600 тысяч уже практически нету. Мазы, к которым так привыкли северодвинцы, сегодня обойдутся перевозчику в 6 миллионов 200 тысяч рублей. При этом если стоимость лизинга Маза более 100 тысяч рублей в месяц, к сравнению Пазик обходится в 30 тысяч. Этим активно пользуются нелегалы. Они работают без договора с администрацией города, отбирая доход у тех, кто работает честно. Если не будет нелегальных перевозчиков, не будет нелегальных маршрутов, то пронятка, наверное, процентов 10-15 в зависимости от маршрутов, смотря на каких маршрутов, где они проходят нелегальные, где они подрезают, наполняем автобус на официальных перевозчиков поднимется. Это тоже, естественно, скажется на размер цены. Перевозчики считают, увеличение цены даже до 28 рублей не поможет предприятиям стать прибыльными. Пока не решится проблема с нелегалами, цены на автобус продолжат повышаться ежегодно больше, чем на процент инфляции. С их слов, сегодня на маршруты незаконно выходят около 40 единиц транспорта. Однако мер воздействия на нелегалов пока нет. В июле в силу вступит закон, который обяжет каждого водителя иметь специальный паспорт с маршрутом и закрепленным за ним видом автобуса. Я как работаю, у меня это вроде бы, но если я и буду работать, тогда уже, как сказать, многовато. Коммунальные услуги дорожают, все дорожает. Я отрицательно к этому отношусь. Ну, почему? Ну, 28 рублей для Северодвинска, я считаю, дорого. Как это вот скажется? Дорого, уже будет дорого. А вот сейчас, допустим, 22, как считаете? Ну, это еще допустимо. Ну, а готовы вообще будете платить вот за... Ну, а что делать-то? Будем платить. Если агентство по тарифам и ценам примет решение повысить цену проезда в общественном транспорте, то произойти это может уже в феврале-марте. Сергей Курбан, Наталья Габдрахманова, Вестник Северодвинска. Продолжение следует...